И по поводу альбома. Вот он, альбом устраивался на работу. Пять лет мы его делали, сводили. Хочу несколько слов сказать о тех людях, без которых невозможно было бы его записать. Это вот люди, вот они вот там вот сидят скромно, друг с другом, ну, напротив друг друга. Вот Дмитрий Моисеев, звукорежиссер, и Илья Угрюнов. Вот Илья Угрюнов, это вообще основатель студии, кстати. Ну, у нас есть студия, домашний Грумлс Фейблс, на которой уже отметились такие знаковые люди, как Александр Чернецкий, Гарик Осипов, опять же, Ростислав Звездин, группа Трес, Валерий Гилюта. Ну, в общем, пишут друзей, знакомых. И вот Дмитрий Моисеев и Илья Угрюнов, это те люди, благодаря которым эта запись появилась, наконец, увидела свет. Вот, записывали барабаны, окончательная версия была проведена в доме, в техникуме, в техникуме, где Ростислав преподает в кружке. Вот, буквально за 4 часа удалось записать, потом, конечно, много мучились, но записали. И, то есть, вот я говорю, эта работа, это для меня, в первую очередь, ну, пример того, как вот не отступать, да? То есть, мы одержали победу, потому что можно было на это все плюнуть, сказать, да нафига оно нужно, потому что, ну, там были и технические сложности, и, как бы, что-то делалось в ППХ, поэтому, может быть, там, пришлось редактировать долго, но мы все сделали, и слава Богу, вот. И, как бы, любой путь начинается с первого шага, не ошибается кто-то, кто ничего не делает, и в конце концов, ну, надо все доделать. Вот самое главное, когда уже, вот, надоедает, все равно необходимо, необходимо закончить начатое, и вот что мы, собственно, и сделали. А также, вот, Илья Угрюмов, он еще чуть больше года назад записал концерт Александра Чернецкого, и вот тоже не так давно он вышел, коллекционное издание. И это тоже гордость, потому что, ну, наша студия, приятно, что, несмотря на очень, более чем скудное, да, наше хозяйство, тем не менее, мы достигаем результатов, и вот это самое-самое ценное.